Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня у нас новый свежий выпуск о древних культурах Северо-Западного Кавказа. В прошлый раз мы говорили о культуре раннего медного века, каменного и переходного в медный века, века культуры Мешоко или культуре на кольчатой жемчужной керамики. Стоит сразу отметить, что в прошлом выпуске мы констатировали факт научный, одну из теорий, что эта культура пришла с севера или была родственна с теми племенами, которые проживали в Северном Причерноморье и даже, наверное, на Балканах. Так вот, собственно, сегодня мы поговорим о майкопской культуре или, как ее раньше называли, майкопско-новосвободенская общность. Тут вот какой вопрос еще возникает. Значит, сразу отмечу, что обе эти культуры, они не переходили одна в другую, они существовали параллельно. То есть, грубо говоря, существовала культура Мешока, где-то примерно по самым последним данным в середине пятого тысячелетия появляется майкопская культура, первые ее зачатки, и они как бы какое-то время еще параллельно существуют, скорее всего, смешиваясь. Ну, не до конца, потому что, допустим, если мы говорим о накольчатой керамики, то она существует большей частью в горных районах, в отличие от майкопской культуры, которая в горные районы так и не распространялась. Но об этом поподробнее ниже. Майкопская культура – это культура, которая распространялась на обширных территориях долины, предгорий от Тамани до Чечни современной. Относилась она, естественно, к бронзовому уже веку, хотя изначально первые ее зачатки появлялись в Медном веке. Названа она так была по большому майкопскому кургану, который был исследован в 1897 году археологом Веселовским. И устанавливают также, что ее ареал, ну, он, грубо говоря, по 46-й параллели к северу идет примерно, к югу она распространяется в горные долины, в речные именно, но в самую горную часть и на побережье Черного моря она не выходит. Ну, разве что только в Тамани до Беленджика примерно. И еще выделяют чуть более позднее какое-то такое небольшое распространение в северо-восточный регион, так называемая Кумамоническая периферия, то есть современная примерно Калмыкия, в которой вот выделяют такую смешанную со степняками уже эту культуру майкопскую. Возможно, даже, что это были не майкопцы, а скорее, может быть, даже и местные степняки, которые активно пользовались продукцией этой культуры. Итак, по поводу первого открытия. Это был 11-метровый большой курган, Ошат, он назывался на территории майкопа современного. Тогда были сделаны зарисовки и описания памятника, но по сегодняшним меркам, естественно, они были не очень точными и информативными. В Силовске тогда раскопал две каменные гробницы еще в урочищах клады. Это от станицы Новосвободная, которую я как-то упоминал. Там огромное количество дольменов в этом месте. Раньше называлось она Царской. Там было 7-8 таких памятников, которые относили к началу бронзового века. В 30-е и 50-е годы происходит рост исследований по вот этой культуре. Первые курганные поселения были открыты на тереке, которые относили к майкопскими. И вот тут самое интересное произошло, что, собственно, именно чистая майкопская культура была найдена именно там впервые, на тереке. Именно это позволило разделить ее вот эту обществу на московскую и новосвободненскую. И тогда появилась теория, что новосвободненские вот эти находки, они как бы являются собой поздний этап этой майкопской культуры, когда она подверглась какому-то влиянию других еще каких-то культур, смешений, ну то есть не в чистом виде уже была. И стали открывать, естественно, все больше и больше находок по рекам Фарс, по рекам Белый, в районе Нальчика были такие находки. В 82-м году археологам Резепкиным были начаты новые раскопки в урочище клады новосвободной, в которой позволили выделить новосвободненскую культуру в что-то отдельное уже. Ну тогда же, кстати, пересматривалась хронология, то есть более удревнялась она, то есть считалось, что на тысячу лет позже эта культура изначально была, но удалось выяснить, что это более раннее влияние. И главный вопрос, естественно, стоял всегда с происхождением культуры. То есть откуда же все-таки, кто эти майкопсы? Местные они или пришли откуда-то? Ну, говорить об адыгском этносе для тех периодов достаточно сложно, потому что это очень давние времена, когда еще понятия этноса в современных не было. Да, естественно, что какая-то часть майкопцев стала в будущем частью адыга. В очень далеком будущем, но это всего лишь часть. Говоря, как они могли стать частью для других народов каких-то. Тогда, в те времена, еще с ранних пор, закрепилась основная такая версия, что майкопцы, они пришельцы с юга, из Месопотамии, из Малой Азии, потому как многое в керамике у них, допустим, в каких-то определенных находках, связанных с оружием, было очень похоже на находки, найденные в Анатолии, к урок аракской культуры в Закавказье, и это позволяло делать определенные выводы о том, что влияние именно оттуда, с юга, шло. Миграция основная. Кто-то, наоборот, привязывал это к миграциям индоевропейцев с севера. В частности, есть такая версия, что майкопская культура очень близка к культуре шаровидных амфор, которая свойственна... Ну, на территории Дании она найдена, да, это свойственно древним индоевропейцам первой волны. И, допустим, Гебутас определял ее как северопонтийскую майкопскую культуру. Позже, после того, как была исследована новосвободенская культура, она выделена отдельно, появились определенные находки, говорящие о... Ну, в пользу той или иной версии. И получается, что основными версии стали две. Что, значит, и майкопская, и новосвободенская культура – это пришельцы с юга. Просто две разные волны. И что майкопская культура – это пришельцы с юга, а новосвободенская – это как раз влияние индоевропейцев с севера. Поскольку, ну, как бы, определенные виды керамики новосвободенской были обнаружены, например, в районе Дона. В пользу, значит, в пользу миграции с юга также приводилась и определенная лингвистическая теория о проникновении некоторых заимствований в праиндоевропейский язык с просемитского, которые были существованы через Кавказ, как считали Николаева и Сафрона в 2002 году. Археолог Жерезепкин последовательно выступал, допустим, за индоевропейское влияние, за то, что черновошенная керамика, например, которая присутствует здесь, определенный вид типа гробниц подкурганных, они распространены в Центральной Европе и, значит, по его версии, получается, оттуда пришли майкоп. Ну, по крайней мере, новосвободенцы точно. Таким образом, в настоящее время образовались вот такие две основные теории северного происхождения и южного происхождения этих культур. Однако есть не в пользу южной версии несколько показателей. С одной стороны, мы понимаем, что вроде бы как и керамика, и определенные виды захоронений очень схожи с южными. Возможно, действительно была какая-то миграция какой-то группы населения изначально даже с юга. Однако в более позднее время, ближе к новосвободенской культуре, действительно появляются такие интересные моменты. Например, такой момент, как луки и стрелы. Вот если в культуре мешоко, допустим, в накольчатой керамике, луки и стрелы, они массивными, с массивными наконечниками и очень хорошо разработаны, допустим, для прямого поражения единоразового животного. То есть они требуют долгой перезарядки, они тяжелые, массивные. То есть для постоянного боя они не очень годятся. А вот, допустим, в культуре Майкопска, новосвободенского этапа, там встречаются луки и стрелы уже тонкие, зазубренные, то есть имеющие такое особое свойство, чтобы попадать, чтобы оно было быстро перезаряжаться, чтобы попадать. И стрела устроена так, чтобы она застревала в теле, но не обязательно убивала, ранила. То есть для выведения противника из строя. То есть ее сложно вытащить, она обламывается, цепляется, рваные раны оставляет. То есть, грубо говоря, это уже боевые стрелы, именно свойственные, ну скажем так, не просто охотниками за дичьево, а именно воинам. То есть это была воинственная такая культура, и подобного рода вещи находят как раз-таки в Северном Причерноморье. Это больше свойственно тем территориям. Дона, Днепра. А не в пользу как бы и южно, говорит пока что единственные редкие исследования генетиков. То, что смогли найти и исследовать, говорит о родственной генетической связи этих майкопцев с древним палеотологическим населением Европы. То есть это по сути дела те же люди, которые относятся и к накольчатой кольчужной керамике, которые пришли когда-то, видимо, мигрировали еще в каменном веке из Европы, с центральной, сюда в Причерноморье и на Кавказ. Одни из первых. И, видимо, это какая-то одна из волн вторых. Ну хотя, возможно, это лишь часть населения. Удивительно, что в могильнике клада как раз на Новосвободенском была гоплагруппа, которая указывает на возможную связь Новосвободенской культуры с культурой воронковидных кубков как раз-таки по теории Резепкина. Причем сам феномен майкопской культуры в том, что она появилась достаточно внезапно, похожа очень на то, что это какая-то резкая миграция, потому что ее следы резко отличаются от культурной кольчатой кольчужной керамики. Возможно, действительно, что смешение. То есть с юга пришли, а потом стали, просто перемешались и стали частью местного населения. Причем, опять же, в пользу того, что это северная миграция, ну или, по крайней мере, основная часть населения оттуда, значит, корреляция появления майкопской культуры вместе с коллапсом юго-восточного европейского центра на Балканах металлургии. Вот как раз о чем я говорила, что самый первый центр в Европе металлургии, где добывали металл, был, кажется, на Балканах. А потом это население, оно как-то мигрировало по Северному Причерноморию и на территорию Кавказа. И, вероятно, вот именно самый яркий, самый, наверное, сегодня подкрепленный множеством доказательств вариант именно того, что основная масса населения пришла оттуда. Опять же, и богатые золотом комплексы, известные как раз-таки вот на Балканах в каменном веке, а потом уже в майкопской культуре они появляются, ранние бронзы, и распространяются уже отсюда, в Закавказье, Анатолию и Месопотамию. То есть в обратном порядке. Иногда приводят эту теорию с гончарным кругом, но она довольно спорная, он мог прийти и с севера, и с юга, а мог и образоваться, в принципе, самостоятельно у майкопцев. Некоторые исследователи относят на ход некоторые факты наличия в Месопотамии более поздней. То есть находок, которые более поздние сами по себе, чем майкопские. То есть привязывают это к тому, что из Майкопа как раз-таки на юг меморация была в Месопотамию, и они влияли на культуру ближневосточного региона. Лингвисты здесь очень осторожны с майкопской культурой, и, как правило, высказывается там, ну, основная точка зрения, что это люди, говорившие на северокавказском общном языке, еще общем для народов западного и восточного Кавказа. То есть единая еще пока ветвь финанско-дагестанских и абхазо-адыгских языков. Тем более, что и распространены были вроде бы как эти майкопцы по довольно обширной территории. Ну, что касается судьбы самой майкопской культуры, к сожалению, ну, она исчезла. Исчезла так же неожиданно, как появилась. После нее уже появляется так называемая северокавказская культура, о которой мы поговорим позже, и она уже отличается от майкопской. При этом стоит отметить, что во время существования майкопской даже больше новосвободненской культуры параллельно существовала дольменная культура в горах, скорее всего, вышедшая родом из накольчужной керамики. И некоторыми исследователями выдавалась теория такая, что, собственно, новосвободненская культура это влияние, смешение дольменной горной культуры и майкопской степной. Но это вряд ли, потому что все-таки майкопцы как оставались полукочевыми, так ими до конца и были. А здесь как бы мы говорим об оседлом населении, строившем магнитические структуры, и все-таки дольменная культура, она дольменная, она отдельно влияет, хотя вот новосвободненская угасала медленно. Майкопская исчезла, новосвободнская еще какое-то время существовала вместе с дольменной и перешла, вероятно, в нее. Ну, на этом все. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И для следующих выпусков пока. Субтитры сделал DimaTorzok